Напереда Днеурея Дежанейра погас огонь 31-й Олимпиады. Беларусы выступили на этих гульнях годно. Сборная нашей краины официальным медальным залику заняла 40-е место. На рахунку наших спортсменов 9 узнагород. Одно золото, по 4 сребряные и бронзовые медали. Приемно, что третья до гульной колькости на рахунку представников Гомельской области. Поспехово склалась Олимпиада для представников боротьбы. Як вольной, так и гракорымской. С трех завоеванных на бразильских диванах беларуских медалев два належат спортсменам з нашего региона. Спочатку Джавид Гамзатов стал бронзовым призером. Выхованец Мазырской школы боротьбы узайшов на пьедыстал гонором узпоборнствах по гракорымской боротьбе. У ваговой категории до 85 килограммов. Нешаканностью для болельщиков, а ли не для специалистов, стала сребра у радженки поселка Зябровка Гомельского района Мары и Мамашук. Узпоборнствах по жаночей боротьбе. Девичая чемпионка Европы ехала на Олимпиаду выключены за медалем и пожадана золотым. Крыху не хапила, але у молодой спортсменки все еще напереде. Марыя поутарыла поспех своего тренера Сергея Смалья, який в 1992 году в Барселоне стал другим у олимпийских споборнствах по вольной боротьбе. Может быть для кого-то неожиданно, но для тренерского состава, который постоянно уверял нас в том, что это перспективная молодежь, в том, что за ними будущее, она показала, что сегодня в Гомельской области есть хорошая школа борьбы, есть замечательные тренера, которые доказали на этих олимпийских играх свой профессионализм, свою работу. При том, что два представителя Гомельской области взяли медали именно в борьбе, наверное, это очень хороший показательный результат. Не меньшим золотым по значениям можно смело лечить бронзовую медаль жаночей байдарки-четверки на 500-метровце. В отсутности на олимпиаде за дисквалификацией мужчинской команды по весловании на байдарках и каное, девчаты повинны были выступить и за себе, и за их, и за всю Украину. На того же не поехал у Рыя и их тренер Геннадь Галецкий. Однако Маргарита Махнева, Надея Лепяшкова, Ольга Худенко и Марина Литвинчук на перокор усим неприемностям с задачей справились. В финале белорусские соступили только признанным шматгадовым лидером – венгеркам и немкам. Хорошее выступление, достойное, девочки молодцы, справились с своей задачей. Дело в том, что на них лежал очень тяжелый груст, им нужно было за всю сборную команду выступить, они это понимали. И я считаю, что повторение лондонского успеха – это же олимпийские игры, поэтому любая медаль, она очень ценна. Было очень много проделано работы, поэтому, конечно, немножко, может быть, это слегка расстроились девчонки, без финиша это было видно. То есть ожидали, я думаю, серебро ожидали они. Для Липяшко Худенко и Литвинчук – это олимпийская бронза, другая у карьеры. В 2012 году в Лондоне белорусский квартет, где разом с ними выступала Ирина Ганчук, так само стал третьим. Для Махневой – это олимпийская медаль, первая у карьеры. И у полной меры заслужены. У нее не все сразу получалось. Ее преследовали постоянно какие-то неудачи, какие-то порой даже казусы. Когда она отбиралась на международные соревнования и по техническим причинам, а именно отсутствие документов, не позволило ей съездить. Как она готовилась, серьезно готовилась, была в неплохой форме и болезни преследовали, не давали. Далеко не сразу она попала наверх, даже в сборную, когда уже стала мастером спорта, когда уже отбиралась команду, еще были проблемы со здоровьем. Но, тем не менее, она сумела пройти этот путь и доказала, что каждый имеет право на свое спортивное будущее. С Лондона в 2012 году гомельские спортсмены привезли два медали – бронзу и сребра. И все сдабытоы в Весловании на байдарках и каное. На Олимпиаде у Рея медаля уже три – больше и вида в спорту. До Веслования добавилися вольная и греко-рымская боротьба. И калибда с поборництву допустили в Весля-Роу, то могло бы быть и больше. Меж тым можно смело казать, что гэты гульни у наших спортсменов отрымалися. На Олимпийский пьедестал подымалися 12 беларусов. И половаз их представляли наш регион. Максим Савин, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель» при патрымце телеканала «Мазыр».